Всем привет! С вами снова Илья, обзор прогноз криптовалютного рынка на сегодня на 7 июня. Давайте по традиции сначала посмотрим, чем отметился рынок у нас за последние сутки. Биткоин немного подрос, около отметок 8000 долларов он сейчас торгуется. Что же касается других криптовалют, отметить можно здесь Ripple, который даже на нейтральном биткоине немного подрос. После этого опустился, когда биткоин сделал перелог и сейчас вернулся на отметки, которых он уже локально там достигал. В остальном Тезос около 16% и криптовалюта Мейкер. Она в моменте выходила из топ-20, но сейчас вроде как намеревается в этот топ-20 вернуться. Но опять же монета для меня никакого особого интереса не представляет, потому что по ней очень низкие объемы торгов. Итак, давайте переходить уже к биткоину. Но прежде я вам напомню, что у меня есть криптовалютный курс, который новая группа у меня начинается с 1 июля. И скидки на него заканчиваются в воскресенье, то есть до конца этой недели. Поэтому если у вас есть желание, то до конца этой недели еще по прежней стоимости, потом по стандартной. Вот такие дела. Итак, давайте переходить к биткоину по отношению к USDT. Что у нас здесь? Значит, посмотрим на мой предыдущий взгляд. Здесь наиболее вероятным сценарием, который я обозначал, было то, что мы сейчас, собственно говоря, поконсолидируемся. И вот по этому сценарию выйдем немного наверх. И после этого уже продолжим дальнейшее нисходящее движение. Потому что такое бывает по биткоину довольно часто в последнее время. Есть в более больших масштабах, есть в менее больших масштабах. Давайте посмотрим, например, вот здесь. Мы здесь видели там верхнюю границу уровня. Вот, скажем, 8300. После этого мы из нее вышли. Далее здесь пошатались. И, собственно говоря, дальше вниз ушли. То же самое вот здесь. Видите, здесь есть верхняя граница уровня. Мы опять же ее пробиваем и после этого уходим вниз. То же самое здесь. Есть верхняя граница уровня. Мы ее пробиваем и после этого уходим вниз. Теперь мы видим примерно ту же самую картину. Нижняя граница, но она здесь, я бы все равно ее назвал немного размытой, потому что здесь мы опустились до уровня 7500, здесь до 7600, потом до 7450, тогда как верхняя граница она довольно четкая В итоге, когда четкая верхняя граница образовывается, что происходит? Мы, трейдеры, когда видят четкую верхнюю границу, то здесь естественно очень большое желание поработать с нее лимитным ордером, при этом выставив стоп-лосс прямо за этой верхней границей Поэтому здесь большое количество стоп-ордеров у шорт-позиции скапливается, и здесь также скапливается большое количество байс-стоп-ордеров, то есть покупки после пробоя уровня Соответственно, такие ордера их собирают, как это, например, было вот здесь, потом идет еще одна волна и после этого идет слив Поэтому сейчас мы пока движемся в рамках ранее обозначенного сценария, который я ставил приоритетным, но тем не менее я рассмотрю сразу несколько вариантов ключевых Итак, смотрите, вот мы пробиваем вот эти вот, достигли мы этих 8000 долларов По сути мы уже здесь стоп-ордера собрали, но здесь есть еще и более предусмотрительные продавцы, которые будут продавать, например, только на таком вот движении вниз Именно поэтому при таких движениях наверх часто бывает следующее Вот, на верхней границе мы ее пробили, даем намек на поход вниз Здесь предусмотрительные продавцы начинают открываться в шорт и выставляя стоп за уровнем вот этой вот свечи, самой верхней за тенью И, собственно говоря, мы сначала их сбиваем, а только потом вот это вот все движение вниз То же самое было вот здесь, вы это часто можете замечать, когда у нас вроде как сначала движение вниз обозначилось, здесь уже начинают продавать Сюда стопы ставят, их сначала сбивают, после этого идут наверх, вниз, извиняюсь Поэтому здесь я тоже склоняюсь к тому, что мы сейчас, скорее всего, этих более таких хитрых продавцов, их тоже выкинем Плюс выкинем тех, кто стоп ставил за этот уровень, то есть идем куда-то условно на 8100, 8150 И после этого там уже дальнейшее движение вниз, для того, чтобы сбить наконец-то стопы, которые здесь целая пачка И только после этого какое-то новое восходящее движение образовывать Вот, поэтому здесь как бы основной у меня мотив без изменений Другой момент, если мы все же сейчас не останавливаемся на 8100, я все-таки здесь склонен открывать бай с небольшим стоп-лоссом Потому что если мы идем уже на вторую волну, точнее, извиняюсь, идем уже на третью волну Идем там выше условно 8200, то это уже может означать то, что здесь коррекция была завершена И, собственно говоря, мы начинаем вырастать Но пока этого не произошло, соответственно, никаких лонгах пока речи не идет То же самое я вам вчера показывал по скоплению лимитных ордеров И мы видим, что вот это вот скопление, которое здесь образовалось, оно стало еще более плотное И мы до него, собственно говоря, прогуливаемся То есть, видите, мы его прямо дошли, но здесь еще большое количество ордеров Поэтому здесь нужно их еще собрать Это как раз таки 8100, 8150 Ну и после этого уже идти за этими стопами Мне почему-то кажется, что здесь вот такое большое количество стопов Ну их просто здесь очень много И если действительно здесь есть определенный недостаток ликвидности То его нужно восполнять именно движением к диапазону 7200-7350 Потому что, смотрите, да Сначала покупатели, которые брали на вот этом вот треугольнике У них по правилам классического технического анализа Ставить за последний отбой от нижней границы А это был последний отбой от нижней границы, то есть вот сюда Потом все, кто брали на перехае Они также должны ставить за минимум, который образован этим перехаем Правильно? Это, опять же, та же самая граница Потом мы опустились до этого уровня Все, кто брали в этой консолидации Ну вот эта вот консолидация, да Все, кто брали в этой консолидации, они тоже стопы сюда поставили Но, правда, их вот уже здесь зацепили Но это маловато Соответственно, они тоже ставили стоп-лоссы сюда И здесь такой большой должен быть сейчас сбор ликвидности Плюсом, представляете, какое количество продавцов начнут открываться Когда увидят пробой вот этой вот консолидации вниз Поэтому, ну просто золотая жила Если бы я был крупным игроком, я бы точно сюда закинул Если бы у меня была цель пойти дальше наверх Поэтому нужно смотреть за ситуацией И, возможно, здесь первой позиции набирать Ну или второй вариант, если мы уходим выше 8200 Потому что если мы уходим выше 8200 Здесь уже, скорее всего, цель этого Ну, цель вот этого дампа цены вниз Дампа неправильно выражаться в отношении биткоина Цель этого падения, она, скорее всего, была достигнута И, соответственно, мы все же уже восстанавливаемся Вот, такой взгляд на рынок В принципе, ничего добавить особо нечего По альтам они держатся относительно стабильно против BTC И они нам никаких подсказок не дают Если здесь они нам какую-то подсказку давали На то, что есть окончание вот этого вот Растущего движения То на подсказку на окончание нисходящего движения Они пока не дают Поэтому вот такие вот дела Итак, у меня на этом все Сегодня вот так кратко Я напоминаю вам, что криптовалютный рынок является рынком Со высокими рисками И ни в коем случае не инвестируйте в то, что вы не готовы потерять Формируйте несколько альтернативных точек зрения А свое торговое решение принимайте самостоятельно Я с вами прощаюсь, всего хорошего и до понедельника